Датской национальности в коллективе И вот тогда мне казалось, что Рубина Мешает немного команде Норс Тогда Дигнита, что Изи реально классно там выглядит А теперь вот я думаю, кто кому мешает Если честно, потому что Кто-кто, а Рубина себя показывает здорово В очередной раз штурмуют базу Ай Вновь демки мувики Дядя Снэкс, тройное четверное убийство И это из, дамы и господа От Снэкса на приемке без единой потери Хеллспоинта, Снэкс остановил Весь этот агрессивный выход Ну и сэкономить, это конечно же Да, заставляет его просто разваливаться Ну наконец-то созрела эта парочка Для приема базы Б И вроде как, ой, какая граната неудачная здесь была Тем не менее, 3 в 5 красный Дюпри И действительно хорошие шансы Для Нави забрать третий раунд Ну и датчане что будут делать здесь Вот в чем вопрос Так, бомбо девайс не подобрал Думают, что здесь будет какая-то агрессия Кстати, не зря, и посмотри Услышал! Услышал! Убил! Ну и на 11-4 выход Нави будут разыгрывать В следующем раунде, если сейчас не произойдет Космическое чудо И Глэйви не сделает минус 5 Просто время может сыграть злую шутку В этом случае, если все 5 Оооо! Все 5 датчан окажутся на базе Ну вот, собственно, опасность пистолетов Команды Астралис уже подтверждает Николай Ридс Сумасшедший минус Дигва И что делает Нави? Нави продолжает выход на плент Симпл, Кербай сбривает Отлично! Ну опять же, автоматы Калашникова в действии Девайс еще один хэдшот Как потеют просто датчане в этом раунде Твердая позиция у Глэйва Но с ней быстро справляется Эдвард И Ташан закрепится на базе А 2 в 2 после размена Ошибается Гвардиан Чуть-чуть буквально не хватило здесь Ксапису, чтобы побить Ну все, есть информация о последнем игроке Бомб на банк Закрытые позиции И Дюпре действует Но у него в руках Юмп Это... Ну два красных Гвардиан 3, Эдвард Ооо, проблемы у Нави Серьезные проблемы у Нави Оооо! Как же так! Вот это провал По-моему сейчас вот эти все старые штучки всплывают Что ж, Форса от Нави Будут пытаться ломать экономику сопернику Быстро пытаются разыграть под базу Б Но не все так хорошо, как бы нам хотелось Два игрока защиты в подвале Оооо! Как четко работает Кзипнис Хаешка, прострел Минус Симпл Флейми Скрывает базу Б Егор Вот кто хочет закомбечить в этом матче Но ключевая ситуация будет на воде И сейчас нужно не лезть, не лезть Не торопиться Врывается Глэви Максимально неадекватная игра Почти застал врасплох Почти не считается Три в два Кербай На цементе Один игрок в ничке Ну, знают о всех позициях Нави И вопрос просто времени Уже квадра от Флейми И пока что потеет только один Егор Сиза думает, что ставится бомба Куда упал Дюприз? Что происходит? Бомба в КТ И Кзипник забирает Сиза Это ошибка стоит Раунда команде Нави Но если Эдвард успеет Подлохматить вот этого парня Надо подлохматить и уйти Вот это жесть! Бомба упала! Бомба упала 50 секунд до конца Эдвард один на один против Кзипникса Три минуса в раунде Сделал Кзипникс И Кзипникс его услышал Ну, тут прыжок и пуля Не видит, не видит Эдвард Без прыжка обошлось Но не попадает Кзипникс И Кзипникс убегает Эдвард также начинает топать Кзипникс понимает, что Эдвард Может успеть его подрезать Но... Ух! Все, бомба ставится И под шифтом Давай, Ванька, шифт включай И пока что все аккуратно выглядит Но опять же, хп мало И у Вани один шанс И он не видит, не понимает, где его оппонент Придется падать Это инфа Ваня нервничает Проверяет дверь Но тут-то опять же Из дефолтного ящика появляется Кзипникс И мы без девайсов Игроки команды Нави Вот, кстати, интересный момент Почему до сих пор не подобрали Вот только сейчас подбирают Сейз Кольт выбитый из рук Кзипникса Осторожничали Осторожничали В принципе, здесь Вау! И как же так? Девайс по-прежнему жив Что творит просто Николай? Но Сиз с ним справился Кейрбай Два в два Минус длина Костин упал Симпл один в два Развод на бомбу И не везет Костелю Кейрбай слишком Конечно же Хоббит чуть-чуть посмотрит спину Посмотрит подвал Но здесь уже три игрока И четвертый стягивается Деннис, кстати, все увидел Раньше, чем, наверное, команда Гамбит сумела Выйти на плен Дал он футимейтом Моу отчаянное сопротивление Тот красного Денниса все же забирает 4 в 4 Олаф Мейстер Нужно включать свой фантастический аим Красный Адрен Также отправляется в таверну Смотрим за Моу Еще один хедшот И Олаф Мейстер! Как-то у него не летит Прикрывает, да Олаф не летит Но, тем не менее, очень много времени затянул Там и свои фраги сделал И немножечко погрыз соперников И сложнейшая ситуация 2 в 2 Хоббит приходит фуловый Забирает одного и второго Нужен хедшот с Глока Моу 19 Да, отличное решение от Гамбит Они, понимая, что остались 1-2 И время Стал о-о-о Диско Доплан И просто сделал свой минус Его прикрывает Его тиммейт Итак Команда Гамбит Несмотря на то, что сделала Энтри фраг Все же вышла на ситуацию в меньшинстве Открытие на дугу под флешку Моу, правда, ошибается Это дает возможность Доплану уйти Обратно Но Доплан не идет Обратно он по-прежнему Слит в агрессивной позиции И вот они результаты Такой самоуверенности Килл уже Какой уже четвертый От Доплан Тот идет на эс Понимаю, что Зевс где-то рядом Смоук 20 секунд Для того, чтобы обезопасить себя От Доплана Правильное решение Тут есть обратная сторона медали Потом Обсудим этот момент с Допланом Он, конечно, сам красавчик Но как к нему по одному так выходит Это уже вопрос команде Гамбит Но вот после Доси Как бы ротация от Гамбит Да, поговорим попозже Потому что и сейчас Данил Тесленко должен тащить Очередной клатч Для своей команды Для всех болельщиков Очень нужный раунд Хорошая, хорошая позиция От него Есть хедшот по Доплану И теперь уже один в один Правда, у Олафа 95 хп Против Зевса У которого 51 Так, ну что же Ну вот тут Фейк дифуз Китов нет Сейчас подбирается На уничтожение Зевса Но все-таки хорошо Все для Олаф Мейстера И он Мейн В Яле уже поджал В Терри Спаун Теперь уж точно Можно укреплять Б-плэнт Свой среди чужих Чужой среди своих Мэджис Бойта Тоже уже мид прожал И может дать свой килл Еще Паша Бицепс МСЛ с бомбой Забирает Паша продолжает Нарабатывать Видит Кашумба И простреливает по голове Паша Бицепс И его квадрокилл Фейк, однако Таку почему-то До последнего момента Который сидел на проноксе Не зачекали Несмотря на это Стрельбы хватило только На одного игрока И то на красного Фейк по установленной бомбе Калзера уже пробирается В тылу Киашими Но Киашими На развороте Вешает великолепный хэдшот Однако Это не спасает его От ситуации Один в два Просто невозможная Стрельба Вертухи С пистолетов Калзера Красавчик Ну и Киашими Максимально сложная ситуация Два соперника Сразу с двух сторон От него Первого укладывает на лопатки Это был Фер И теперь дуэль вокруг столбов Фондон Получает по голове И казалось бы Нелогично развитие Этого пистолетного раунда В состоянии Дать какой-то камбэк Просто потому что Трейн у СК Выглядит намного Более уверенным Ну и Фейзам здесь откровенно Сложно И Ну даже невозможно Наверное В каких-то моментах Переигрывать бразильцев Получается Выйти сделать килл по Рейну А затем Фер Что вы думаете Дает три Дает четыре Патронов Хватает у него В тридцати патронной М4А4 Фолланд ставит точку 16-3 Скаймение пистолета На ближней дистанции Реализованы В плюс для себя Дюпри Невероятная самоуверенность Прорыв Понимал, что Твист Пистолетом будет его контролировать Но Осознание, что этот праг Сделать получится К нему пришло И по итогу Дюпри забирает Еще и Олаф Мейстера Как же он Долго живет Тем не менее Подсадка за тройкой Кримс 14 хп Жесткий молотов Сейчас будет Жарко Хотя Кримс ушел Наверх На ящик Как же он раздает Но Дюпри Это невероятный Герой раунда Что в вентилях Также находится Кьербай И там Твист его будет Блочить Для команды Астралис Вот он удачный ретейк Бомба уже Дефюзится к Сипниксам Пока его тиммейт страхует Это Кьербай Который не смог Не смог найти диско Доплана Один в один Доплан прячется в смоках Выходит И забирает Кьербая 4 в 4 Сложная ситуация Твист Какой важнейший минус Сейчас делает Оставляет свою команду В большинстве Минус Да, Твиста действительно есть Хотя Лофмейстер Вышел красным Ни к селу, ни к городу Через эти смоки Вот Астралис уже выходит Плюсовую ситуацию Деннис в планете Просто зажимают Диско Доплан забирает Девайса И снова тащит Клач Мог пойти там Вот поближе к хилпу Занять любую позицию Он мог на самом-то деле Но решил не рисковать Не выходить А мало ли А вдруг с машины прилетит Просто уходит на дроп Сюмпихой Ну и все в руках Глейва Может закончить в основное время Первую карту Этого полуфинала Все в руках Скорее у Лофмейстера Ведь именно ему нужно Уводить команду на овертайм И тот с кольтом Откидывает Смок Времени потрачено много Это Дефьюз бомба на морозе И есть дамаг по Лофмейстеру Но патроны в ЮМП Заканчиваются И Олаф Ниндзя Дефьюз Смок приносит победу В пятак Центр давайте смотреть Там сейчас могут убить Глейви Твист упал И поставил хедшот Как это возможно вообще Потому что услышал Киарбай Эту стяжку Дал инфу Но Глейв не успел Все-таки занять позицию Просто там твист сумасшедший Нет Смока Нет Смока Чтобы отрезать Девайса Однако давай сильно ошибается И пропускает твиста В плент Более того Крим забирает Николая Рица Кирбай врывается С другой стороны И ставит точку На этой карте Второй снайперской винтовкой Паша Бицепс Возможно переключится А сейчас кстати Исторический момент Не так часто Паша уходит Зелень А тут он играет Вторым игроком Под Б-пунтом Да как и в первых раундах Стоит подметить Тем временем Начинается агрессивный выход Таз принимает первого Ферн все-таки штрафует Пашу И Таз остается один Но как он силен Таз не отчаивается У него все прекрасно Он еще и Ферра смог похоронить Виктор Войтас И его квадрокилл Сейчас забрал Все еще живет Но тут неаккуратно Зелень Зелень кричит Ферр Биали находит еще один хэдшот Фоллен только сейчас Обеспечивает фраг А вот это было сочно Габриэль Сейчас творит историю Нео Но последний он Что творит Кубский Вот это месть Вот это месть Тако или все-таки Нео Тако понимает примерно Где находится его оппонент Но не справляется Нео На восьми хп Все-таки тащит клатч Один в два И эта аксиома работает Теперь врыв тысячелетия Будет от СК Гейминг Они решили на первом же тайминге Влететь под пять смоков На Б-плент Паша пропускает большинство И теперь готов уничтожать Пропускает прямо под коктейль Молотова Потому что Ферр сгорает В пламени Нео Ну Паша заканчивает Вновь Ну просто Белиссимо Классика Итак проверят ли капитана команды Виртус Про Ну вот знаешь Даже наверное сам Таз Не догадывается То что его позиция Будет максимально непредсказуемой Ну как в воду глядел А это развод на Дефьюз Не знает где он находится Одного забирает Слышит топает Один на него бежит Надо уходить Второй хэдшот Один на один с Кирбайм Которого он упустил из виду Слышит третий Дефьюз Топает Что делает Дальчанин Нам непонятно Это развод И он Успевает Успевает задефузить Эту бомбу Кирбай берет Очередной Невероятный раунд Для своей команды Друзья Мы из студии Слышим Как через две стенки Наши обсерверы Расстроились Еще это самая стабильная Команда В плане состава Опять же Именно этим составом Ребята играют С 2012 года До чего стоит парочка Таза Нео Эти парни играют С 2003 А то и второго года В одной команде Да Паша Бицепс появился Где-то в 2008 году В качестве замены Еще на тогдашнем чемпионате С названием Я вот не помню Как он назывался Но он проходил Истар Сеул Вот Итак Нео Грана зеленым Пропускает аркаду От ребят Из датской команды Удается Дюпри Здесь вскрыть Оборону Аплантану Не до конца Появляется из ниоткуда Нео И просто как черный Плащ наказывает Первого Дамажит второго И то это фраг не от него Ата забыл Что делает Войтас Что вообще происходит Сейчас на позициях Аплантанта Какая-то сумасбродная Фантастика Дюпри В попытке перехватить Инициативу Действует аккуратно Коварно Атаковать на карте На карте Длинный мажор Длинный мажор турнир Выигрывает Датская пятерка Вот команда Которая на самом-то деле Заслужила Эту победу Эти парни Весь прошлый год Ковырялись До стадии Одной и четвертой